Добрый день, дорогие наши зрители! Во-первых, мне хотелось бы поздравить вас с прекрасной походой с началом праздника. Впереди много праздничных дней. И я очень рада, если ваш праздник начнется с нашим театром, театром Бариш. И для тех, кто может быть, у нас не было буквально пару слов о нашем театре и о спектакле. Сегодня у нас Джон Брисли «Опасный поворот», «Детектив» — это интересная история, которая покорила нас. И я надеюсь, покорить и вас. Очень много есть ремейтов, как русских фильмов даже. И по словам, что вы знаете и кино, несколько вариантов, поставленных по этой пьесе, включаясь в Джона Брисли. Но мы взяли оригинал текста. Мы любим к автору относиться трепетно. И слова, и вы сказали, текст автора остался с нами. Поэтому сегодня вы увидите именно то, что написал в пьесе. Спектакль будет с двумя актами, между ними будет антракт. И что хочется сказать, что наш театр, конечно, бесконечку растет, собирает все новых и новых зрителей. И мы очень-очень благодарны вам, что в этот день мы пришли сюда. Потому что если бы не вы, то не было бы нас. Так что всем желаю приятного просмотра. И так же вам притер, «Опасный поворот». Вы только что прослушали пьесу в восьми картинах под названием «Спящий пёс». Написанную специально для нас, Хэнфри Стоттем. Вот и всё. Надеюсь, вам не было скучно, мисс Локрич. Ничуть. Не люблю я этих пьес с их мутными разговорами. Мне, как и Гордону, больше нравится танцевальная музыка. Вы знаете, мисс Мокрич, всякий раз, когда мой брат Гордон наведывается сюда, он просто изводит нас танцевальной музыкой по радио. А я обожаю выключать их. Эти торжественные напыщенные разглагольствования. Вот так раз-то и оборвать. А как называлась эта пьеса? «Спящий пёс». Причём тут пёс? А потому что не надо мешать лгать. Кого мешать лгать? Ну как ведь? Все они лгут и лгали. Так ведь? А сколько сцен мы пропустили? Кажется, пять. Представляю, сколько вранья было в этих сценах. Понятно, почему этот человек так обозлился. Я имею в виду мужа. Но который же из них был мужем? Ну тот самый, который взял, да и застрелился. Послушайте только этих мужчин. Ой, смеются, наверное, над какой-нибудь непристойностью. Да куда там? Просто сплетничают. Мужчины обожают посплетники, ещё бы. Ну и пусть на здоровье. Люди, не любящие сплетен, не интересуются своими ближними. Я хотела бы, чтобы мои издатели любили посплетничать. При этом они делают там такой вид? Ну как будто заняты делом. А у наших тем более прекрасный повод для сплетен. Все трое стали директорами фирмы. Ну разумеется. А мисс Пил. Мне кажется, вам следовало бы выйти замуж за мистера Стэн. Хо, ну зачем же это? Ну для полнатной картины. Тогда здесь были бы три суфружеские пары, обожающие друг друга. Я всё мрентула об этом за обедом. Попали сёлы. Да я и сама, сама не просьба выйти за него. Лишь бы стать одной из членов вашего очаровательного кружка. Вы удивительно, миленькая маленькая компания. Миленькая маленькая компания. Звучит как-то странно. Ничуть не странно. И это даже чересчур хорошо и не похоже на правду. Да неужели? Я и не знаю, на что вы такая пессимистка. И сколько не жнули. Значит, вы не читали отзывов на мои книги. А следовало бы, так как работаете на моих издателей. Вот я пожалую своим трем директорам, когда они сюда вернутся. Ой, разумеется, я пессимистка. Но, не поймите меня превратно. Просто хотела сказать, что у вас тут чудесно. Да, здесь довольно мило. Нам посчастливилось. Здесь восхитительно. Я приезжаю сюда при малейшем отморке. Ой, я вас вполне понимаю. Должно быть удивительно приятно жить вот так все вместе. Ну да, неплохо. Но мне почему-то кажется, что вам не хватает вашего деви. Он ведь тоже очень часто приезжал сюда к вам. Вы говорите о Мартине, брате Роберта? Да, Мартине Криве. Я тогда была в Америке и не поняла, что же с ним случилось. Видимо, что-то ужасное. О, кажется, это был бестактный вопрос. Со мной всегда так. Нет, нисколько. Это было большим потрясением для нас в свое время. Но теперь уже улеглось. Мартин застрелился. А произошло это почти год назад. А точнее, в июне прошлого года. Но не здесь. А в Фула Сенди, в 20 милях отсюда, он там снимал коттедж. О, да, это ужасно. Мне кажется, я видела его всего раза два. Нашла его удивительно очаровательным и привлекательным. Ведь он был очень красив собой. Не правда ли? Да. Очень красив просто. А кто это очень красив? Успокойтесь, не вы, Чарльз. А кто же? Да, не говори. Большой секрет. Они говорили обо мне, Бетти. Да почему ты позволяешь им так грубо льстить твоему мужу? Мой дорогой, мне кажется, ты слишком горячо сплитничал и выпил лишнего. Но у тебя лицо пунцовое и даже припухло. Ну, совсем преуспевающий финансист. Простите, простите, что запоздал, но всему виной твой проклятый щенок Фреда. Что он еще натворил? Допытался сажать новую рукопись романа Сони Уильяма. Что ты? Я боялся, что устошнит. Вот, видите, мисс Мокриш, как мы, издатели, относимся к вам, к авторам. Я уже привыкла. Я только говорила здесь о том, какой очаровательный кружок составляете все вы. Знаете, мне чрезвычайно приятно, что вы так думаете. И нахожу, что вам очень посчастливилось. Да, так оно и есть. Тут дело не в счастье, мисс Мокриш. Просто случилось так, что все мы оказались людьми с легким и уже в чум характером. Да, да, да. Но кроме Бетти у нее характер бешеный. Точно. А, ну да, я такая. А это все потому, что Гордон недостаточно часто ее колотит. Мистер, ну, видите, мисс Пил, мистер Стэнтон по-прежнему циничный холостяк. И мне кажется, он вам портит всю музыку. Мисс Пил тебе никак не может повлиять. Она перевелась в лондонскую контору и совсем нас покинула. Ну, я приезжаю сюда очень часто. Так часто, как меня приглашают. Ну, для чего же? Чтобы видеть меня или Роберта. Этого мы еще не можем решить. Но наши жены уже начинают ревновать. Ой, страшно. Так, послушайте. А что сегодня передают, а? Гордон, пожалуйста, не включай радио. Мы только что его выключили. Ну, а что же вы слушали? Конец какой-то пьесы под названием «Спящий пёс». Что за название? Ой, вы знаете, мы толком не поняли, ну что-то, а уж и о господине, который застрелился. Ну и шутники на радиостанции. Да уж. Послушайте, а мне кажется, я поняла, в чем дело было в пьесе. Спящий пёс – это правда. И человек, но этот муж. Хотел непременно потревожить её. Разбудить пса. Ну что же, он поступил совершенно правильно. Вы полагаете? А я нахожу, что это любопытная мысль. Правда, спящий пёс. Действительно. Мы очень много времени тратим на то, чтобы лгать. Как словами, так и поступками. Но это же совершенно неизбежно. Я всегда прибираю. Я только целый день это и делаю. Именно так, моя дорогая, именно. Но ведь в этом весь секрет моего очарования. Это правда, это правда. Но мы имели в виду нечто более серьёзное. Да, ну, всерьёз или в шутку, но я всегда стою за то, чтобы правда выходила наружу. Так лучше. А я считаю, что говорить правду – это всё равно, что делать поворот на скорости 60 миль в час. А в жизни столько опасных поворотов не так ли, Чарльз? Ну да, бывает. Это если не уметь выбрать правильного пути. Лгать или не лгать. Что вы на это скажете, Олэн? У вас страшно глубокомысленный вид. Я с вами согласна. Мне кажется, говорить всё до конца крайне опасно. Дело в том, что бывает правда. И правда. О, правда, точно, правда, правда и рознь. Да помолчите вы гордым. Продолжайте, Олэн. Продолжайте, продолжайте. Мне кажется, настоящая правда, то есть всё, всё до малейшей мелочи, без святой тайты, не была бы так страшна. Я имею в виду высшую, истинную правду. Но что в настоящей жизни подразумевать под правдой? Только половина правды. Из неё не узнать, что происходит в душе у каждого. Такая истина, предательская штука. Да, вроде той гнузкости, которую пытаются вытащить из человека в суде. Где вы находились в ночь на 27 ноября прошлого года? Отвечайте правду. Только да или нет? Вы меня не убедили, мисс Пик. Не убедили. Но готова приветствовать то, что вы называете полуправдой. То есть факт. Я тоже полностью стою за это. Ты так полагаешь, Роберт? А что ты хочешь этим сказать? Да так, ничего. А давайте поговорим о чём-нибудь более весёлом. Кто желает выпить, налей же Роберт и предложи всем папиросы. Развейте, пожалуйста. Папиросы. Так, Блета, но здесь нет папиросы. Вот в этой есть. Мисс Мокрич, ударю. Олэ, хотите? О, я помню эту шкатулку. Она играет мелодию. Постороннему человеку. Она принадлежала Мартину. Не так ли? Он мне её показывал. Но он не мог вам показывать эти шкатулки, Олэ. Когда вы его видели в последний раз, её у него тогда ещё не было. А откуда вы знаете, что её у него не было, Фреда? Не важно. Я знаю, Мартин не мог вам показывать этой шкатулки. Вы думаете? Ну, хотя да. Наверное, и не мог. Я что-то, наверное, испутала. Видела где-нибудь подобное ещё. А приписала покойному Мартину. Он обожал такие вещи. Олэ, я, может быть, покажусь невежлив, но вы только что вдруг прекратили говорить правду и хорошо осознаёте это. Вы ведь совершенно уверены, что это та шкатулка, которая принадлежала Мартину. Точно та же, как Фреда, убеждена в противном. Ну, допустим. Ну, а какое это имеет значение? Господи, да абсолютно никакого. Я всё пытаюсь поймать какой-нибудь Фокстрот, но эта машинка вдруг решила забастовать. Да, Господи, да оставьте его в покое, Гордон. Чего это вы кричите на Гордона? Ну, хорошо, остановите его сами. Нет, Олэ, я не думаю, что это имеет значение. Но после того, что мы только что говорили, невольно задумываешься, что ситуация довольно-таки любопытная. Позвольте. Действительно очень любопытно. Как раз то, что я думала. А расскажите-ка нам всю правду об этой музыкальной папироснице. Всё очень просто. Одну минуточку, Фреда. Я вовсе не уверена, что всё так просто. Ну, хотя мне кажется, это уже и не так важно. Я вас не понимаю. Я тоже. Сначала вы говорите, что это не та шкатулка. А потом, что всё не так просто. И напускаете тут таинственным туманом. Мне кажется, Олэн, что вы что-то скрываете. И это совсем на вас не похоже. Или эта коробка принадлежала Мартину или нет. Да лазь вам, эта чёртова шкатулка. Вот чёрный салам хотелось бы послушать. Извините, но я терпеть не могу эти музыкальные шкатулки. В особенности играющие вот такую музыку. Забудем о ней. Да, и о Мартине, кстати, тоже. Его уже нет на свете, а мы здесь сидим, и нам тепло. И уютно. Такой очаровательной и милой компанией. Прекрати, пожалуйста, Гордон. Не будем вспоминать о Мартине или думать о нём. Это неуместно, но он же умер. Незачем из-за этого разводить истерику, Гордон. Слушай, у тебя можно подумать, что Мартин являлся твоей личной собственностью. На самом деле Мартин никому не принадлежал. Он принадлежал только себе и не был так глуп. Что это всё значит, Батин? А это значит, что я говорила полную ерунду. И вы все здесь несёте страшную чушь. И я каждую минуту рискую заработать в негрей. Хух, моя дорогая. И это всё? А разве этого недостаточно? Фредер, продолжай дальше. Я бы хотела, чтобы ты не был столь безрассудный настойчик, Роберт. Но со шкатулкой всё очень просто. Она попала к нам с другими вещами Мартина из его коттеджа. Я её спрятала и сегодня её впервые извлекла. Между тем, Олан была в коттедже в последний раз в полу с Энди в самом начале июня. Помните, когда мы ещё все там были? Да-да-да-да-да-да, какой был день, а? И прекрасная ночь. Мы все сидели в саду. И Мартин рассказывал нам о своих смешанных напыщенных соседях, с которыми жил в Корнуэле. Да-да-да, и долговязый сухопар и лидий. Точно. Который у всех ходил и спрашивал у всех вокруг. Это человек нашего круга? У меня не было другого такого счастливого дня. И нам всем такого уже не видать. Да-да, это был дивный день. Да. Хотя я не думал, что так будешь переживать, Гордон. Да, ни ты, ни кто другой таких переживаний и предположить не мог. Похоже, Гордон решил биться в истерике всякий раз при упоминании мне Мартина. А мне кажется, что всё дело в крепком бренде. Но неудивительно, при таких-то огромных рюмках. Вино ударило ему голову. Ну, а куда ему ещё, по-твоему, надлежало ударить, а? Фредда. Фредда, представь бы, ты утверждаешь, что Олан был последний в начале июня коттеджа у Мартина. Да, и я знаю, что у него не было тогда этой папиросницы. Да, он бы нам показал, будь оно у него. И действительно, я не пропоминаю, чтобы видел эту вещь у него в коттедже. Ну, а вы, Олан? Что я? Чёрт возьми, вы что-нибудь можете сказать? Вы настоящий ребёнок, Роберт. Надеюсь, я и не на скамье подсудимых или ласки для свидетелей? Нет, 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 нет. Не обманывайте наших ожиданий. Ну, Олан, ну, разве вы не помните, что тот приезд в коттедж Мартина в ту субботу не был последним посещением вас, этого коттеджа? Разве вы не помните, что мы с вами в следующее воскресенье, после обеда, приезжали к Мартину, ну, чтобы поговорить с ним по поводу этих маленьких гравеев? Я помню, но я не помню, чтобы он показывал нам эту шкатулку. Я действительно впервые её вижу. А я не видел её и видеть не хочу, никогда не слышал, чтобы поднимало столько шума из ничего. Я бы не была бы столь категорична, как вы, Чарльз, и хочу вам всем сообщить, только для того, чтобы уже покончить с этим. Мартин не мог показывать этой шкатулке и в то воскресенье, потому что у него тогда ещё не было. Похоже, вам очень много известно насчёт этой шкатулки, дорогая Фреда. Да, это как раз то, что я хотел сказать. Откуда же такая осведомлённость? Ой, а я знаю откуда. Вы её ему подарили. Фреда, это правда? Да, я её ему подарила. Странно. Странно. Я хочу сказать, странен не сам по себе подарок какой-то папиросицы. Странно, что ты никогда не говорила мне об этом. Когда ты ему подарила, где раздобыла? Это тоже всё очень просто. Помнишь день накануне той ужасной субботы? Ты тогда был в городе, и я к тебе приехала на один день. Ну, там-то я её увидела в одном антикварном магазине. Мне она показалась занятной, и к тому же стоила немного денег. И я купила её для Мартина. То есть, получается, магазин сам её отправил полосцент, и поэтому Мартин не мог получить её раньше той роковой субботы, так? Да. Ну, тогда понятно. Одну минуточку, Фреда. А мне кажется, всё совсем не так очевидно, как ты говоришь. Вы не должны забывать, что я именно в ту субботу был как раз в коттедже у Мартина. Ну, так что же? Ну, так вместе с письмами привезли посылки, но папиросницы среди них не было. Ну, значит, её доставили не с утренней, а с дневной почты, и только и всего. Какая разница? Совершенно никакой. За исключением лишь той маленькой разницы, что посылки в Follows.ent никогда не доставляются с дневной почтой. Не доставляются? Нет. Откуда ты знаешь? Ну, потому что Мартин всегда ворчал по этому поводу и жаловался, что получает письма и рукописи с опозданием на день. Эта папиросница не могла была быть прислана утром, где сам присутствовал при вскрытии почты. Её не могли доставить и с дневной почтой. Фреда. Фреда. Я вообще не верю, что магазин отправлял эту папиросницу. Ты же сама её ему привезла. Так ведь было? Ты просто глуп, Гордон. Может быть. Но, заметьте, я всё это начал. И всё-таки, Фреда. Ты подарила ему её? Фреда. Фреда? Фреда-то так? Ну, раз вам так этого хочется, да. Я ему привезла. Я так и знал. Ну, так. Секундочку. Фреда. Фреда, если ты привезла шкатулку Мартину после ухода оттуда Гордона, то, получается, ты видела Мартина последней за несколько часов до того, как он покончил с собой. Да, я его видела между дневным чаем и обедом. Ну, почему ты мне раньше об этом не сказала? Действительно. Почему ты не выступила в качестве свидетельницы? Ну, кому бы это пошло на пользу? Достаточно было и того, что Гордону прошлось пройти через это. Господи, это было ужасно. Если бы я могла помочь Мартину, я бы обязательно это сделала. Но это уже никому не могло принести пользу. Верно. И вы были совершенно правы. Нет, это я всё понимаю. Но почему ты мне ничего не сказал? Почему ты скрывала? А скрывала до сих пор. Ты ведь была последним человеком, с которым разговаривал Мартин. А разве я была последней? Ну, очевидно. А как же Оллен? Оллен? Ах, да, папиросница. Вот именно, папиросница. Мартин получил её только после чая в ту субботу. А Оллен призналась нам, что он ей её показывал. Да ничего подобного. Она сказала лишь, что, возможно, видела похожую. И я предлагаю поверить ей и оставить уже эти разговоры. Нет, нет, миссис. Нет, да. А то чем дальше, тем хуже и хуже. И я предлагаю покончить с этим. А я нет. Но, Роберт! Простите, 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 Бетти. Я понимаю, что это не имеет никакого отношения к вам. Но Мартин был моим братом. И мне надоел весь этот туман. Я имею право знать всё. Хорошо, Роберт. Но вот что я хотела уточнить вас, Оллен. Если вы говорите, что Мартин вам показывал эту шкатулку, не так ли, значит, вы должны были быть и видеться с ним в ту самую субботу вечером? Да, он мне показывал шкатулку. Это как раз-таки было после обеда в ту самую субботу. Так, подождите, и вы тоже там были? Ну, это же безумие. Сначала Фреда, потом вы. И ни одна из вас словом не обмолвилась. Простите меня, Роберт. Но я просто была не в силах. Так, Оллен, что вы там делали? Я была в большой тревоге из-за одной вещи. Одного обстоятельства, о котором слышала. Это преследовало и тревожило меня несколько дней подряд. Наконец, я просто не вынесла. И почувствовала, что должна видеть Мартина, чтобы выяснить всё. Я поспешила, фоллоуэлл сент и прибыла в коттедж как раз-таки около девяти. Никто меня не видел. Ну, вы же знаете, какое-то пустынное место. Но затем, так же, как и Фреда, решила саму на пользу моё свидетельство. Никому. И промолчала. Вот и всё. Нет, нет, вы не можете на этом поставить точку. Вы, вероятно, были последним человеком, с кем говорил Мартин. Вы должны что-то знать о нём. Ну, всё это было и прошло. Кроме того, я уверена, что мы изрядно надоели, не смотришь, со всей этой чепухой. Понят, нет. Мне интересно, чрезвычайно интересно. Уж не будем ли мы и Фреда обсуждать всё это? Нечего вырошить. Всё уже давно кончено. Нет, Олэнд, вы мне должны ответить на следующее. Имел ли ваш визит в коттедж Мартина какое-нибудь отношение к делам фирмы? Вы сказали, что чем-то были встревожены. Имел ли это отношение к пропавшим пятистам футам? Блатья Бога, ради всего святого, ну не впутывайте сюда эти деньги, а? Господи, Гордон. Ну оставьте в покое, ну бедного Мартина. Ну и прекратите уже разговор об этих проклятых деньгах. Идёшь сегодня, словно истеричный ребёнок. Гордон, иди за кучу. Ой, простите, мисс Мокридж. Ничего страшного. Но мне кажется, мы действительно припозлились. Как вы нас уже подъедаете. Да, мне действительно пора, Патерсона прислали главную машину. И мне далее неудобно её задерживать. Благодарю вас. Огромное вам спасибо. Благодарю. Очень жаль. Так приятно было видеть вас всех вместе. Благодарю. Приезжайте ещё. До свидания, мисс Мокридж. До свидания, мисс Мокридж. До свидания. Мы вас проводим. До скорого свидания. До свидания. До свидания. До скорого свидания. До свидания, мисс Мокридж. До свидания, мисс Мокридж. До свидания. До свидания. Дышать даже легче стало Ой, слава создателю Мне очень жаль, но я не переношу этой женщине Она слишком напоминает мне Школьную преподавательницу по геометрии Удивительно, но Мокридж Довольно-таки неплохая писательница Я не говорю, что ее книги раскупаются на расхват Но она вполне недурно пишет Интересно, и почему это в хороших писателях Всегда есть что-то неприятное? Мастер, на это я вам ответить не могу Но никак не нахожу мод Мокридж Хорошей писательницей А мне кажется, что она страшная сплетница До скорого свидания До свидания До свидания Да, кстати, она известна этим Вот почему дамам следовало бы при ней помолчать Она тоже сумеет приукрасть и раздуть историю с этой папиросницей И в течение какой-нибудь недели Пустит гулять ее по всему Лондону Ей, наверное, было мукой уйти на самом интересном месте Но она бы и не ушла Если бы надеялась еще хоть что-нибудь услышать Но и так, услышала достаточно Думаю, что уже завтра Засядет за новый роман И все мы в нем будем фигурировать Ну, знаете, ей придется немало напрячь свое воображение В отношении меня Ну, и меня тоже Но нам с вами, Бетти, она припишет, пожалуй, самые гнусные пороки Ну, знаете, тем, что она слышала, ей многого сделать не удастся Но, в конце концов, ну, почему бы Фредди не подарить Мартину эту шкатулу? И почему бы Оллен не приехать и не проведать его? Да, почему бы и нет? Оллен, а могу я вас спросить кое о чем? Можете спросить Впрочем, не уверена, что отвечу А я же все-таки рискну Да Вы были влюблены в Мартина, Оллен? Ни капельки А я так и думала, что нет По правде сказать Если быть совершенно откровенной Он мне был, скорее всего, неприятен Я так и предполагала Это вздор Ну, нельзя было не любить Мартина Ну, он был особенным человеком Нельзя было его не любить, а? Другими словами, вашим богом, мой друг Вы знаете, Гордон буквально обожал его Не так ли, мой дорогой? Должен заметить, что он мог быть очаровательным Во всяком случае, он был очень умен Да И надо признаться, что без него фирма уже не будет тем, чем была Ну-су Теперь мы можем внимательно разобраться во всем О нет, прошу вас, Роберт Простите, Оллен Но я желаю знать правду Может быть, вы еще что-нибудь скрываете, а? А ты всегда говоришь правду, Роберт? Ну, во всяком случае, я стремлюсь к этому Какое благородство Но не требуйте, пожалуйста, от нас, простых смертных, слишком многого Имейте снисхождение к нашим маленьким слабостям Каким слабостям? Ну, например, к приобретению музыкальных папиросниц Я считаю, что это тоже своего рода слабость Или к тому, какие возможности предоставляются маленькими деревенскими коттеджами Я думаю, что при некоторых обстоятельствах это тоже можно считать за слабость Ну, а вы говорите о коттедже Мартина Я почти там не бывал Я не думала о коттедже Мартина Я думала, может быть, о чьем-то другом коттедже Возможно, о вашем Боюсь, я вас не понимаю Так, подождите Что происходит? Теперь и вы стенды начинаете, что ли? Да нет, конечно, нет Ну, слава богу Я хочу разобраться в этой истории с Мартином до конца И хочу это сделать сейчас же Господи, ну что же, это будет новое дознание, а? Гордон, в этом бы не было необходимости Если бы во время следствия мы не слышали хоть немного больше правды И прежде всего Это касается вас, Оллен Зачем вы отправились на свидание с Мартином? Касался ли это пропавших денег? Да, касался Вы знали, что Мартин их взял? Нет Ну, вы предполагали Я предполагала, что он мог это сделать Вообще, все удивительно охотно, как-то готовы были в это поверить Гордон, я хочу домой Так скоро, Бет? Да, да, у меня начнется отчаянная мигрень, если я осталась дома Здесь дольше Мне нужно домой, в постель Что ж, подожди минуточку, а? Бет, я вас провожу, если Гордон желает остаться Нет, я хочу, чтобы Гордон поехал со мной Ну, хорошо, едем Ну, подожди минуточку, а? Я тебе говорю, что я хочу уехать сейчас же Отвези меня Что случилось, Бет? А я не знаю, что случилось Вероятно, я просто глупа Прекрасно Ну, едем Я поеду с вами Спокойной ночи Спокойной ночи Спасибо Олан А теперь вы можете С полной откровенностью Рассказать мне, почему вы кинулись искать Мартина из-за пропавших денег Ну что ж Теперь мы будем правдивы? Или как? Я очень этого хочу А как вы? Фреда Да Мне все равно Какое это имеет значение Странный ответ Ты находишь, Роберт? Что ж, иногда я бываю странной Ты просто недостаточно хорошо знал меня Вы сами все затеяли, Роберт Теперь ваша очередь Будете ли вы Будете ли вы вполне откровенны со мной? Боже мой Конечно буду Я ненавижу Я ненавижу Я ненавижу эти дурацкие тайны Но пока не моя очередь Я предложил вам вопрос, на который не получил ответа Я знаю Я знаю Но сама хочу задать вам один вопрос Прежде чем ответить на ваш Давно хотела это сделать Но как-то не было случая Ну или я просто не осмеливалась А теперь мне Все равно Роберт Вы Не брали Этих денег? Не брал ли я этих денег? Да Да Разумеется нет Ол Вы Видимо не в своем уме Что Что же вы думаете Если я их взял То так бы Извалил на плечи бедного Мартина Весь этот позор Но К сожалению Мартин их взял Мы с кем Это знаем Боже Какая же я была дура Ничего не понимали Не могли же вы все время Думать Что это дело моих рук Да Думала И не только думала Я Не терзалась Этой мысль Ну почему В этом же не было никакого смысла Олла Как вы могли подумать Что я способен Такой поступок Олла Я думал Что вы мой друг Пора бы понять тебе Роберт О нет Фредо Не надо Прошу вас Почему бы и нет Пора бы понять тебе Роберт Что Олла Совсем не друг тебе Да я уверен Друг Вовсе нет Она влюбленная В тебя женщина Нет Фредо Не надо Это ужасно и жестоко Я страшно огорчен Я всегда считал вас другом И искренне вас любил Довольна Довольна О Фредо Ну как вы только могли Вы не имели права Говорить этого Но это же правда Не так ли? Роберт Ты хотел знать правду? Жона Ты знаешь всегда Такие вещи Чувства Я считаю Что ты был просто глуп Что не ответил на это чувство Не воспользовался этой ситуацией И не решился уже На какой-нибудь смелый поступок Если тебя Кто-нибудь Так сильно любит Так боже мой Воспользуйся же этим Насладись этой любовью Ухватись у нее крепко Пока еще Не поздно О Фредо Я теперь все понимаю Мне следовало было Понять это раньше Если вы хотите сказать О своем прозрении Что Фредо не слишком любит меня Вы правы Мы с ним не очень счастливы Как-то так вышло Что брак наш не удался Но никто об этом не знает Напротив все знают Ну вот Олан только что сказала Что она впервые это поняла Нет, Роберт Я знала об этом и раньше Я просто думала Я просто думала Совсем о другом Олан Я вам хочу задать один вопрос Если вы подозревали в краже денег Роберта Значит вы знали Что Мартин их не брал Да Мартин никогда не касался этих денег Но вы нас оставили в убеждении Что он именно это сделал Я знаю Но это не могло иметь больше никакого значения И не могло больше обидеть Мартина И к тому же я чувствовала Что должна молчать Молчать ради меня? Да Ради вас, Роберт Но Мартин взял эти деньги Нет Ну из-за этого он и сделал то, что он сделал Он просто не мог выдержать того, что его ожидало Нет, вы должны верить мне Я полностью убеждена Что Мартин никогда не касался этих денег И он никогда бы мне не рассказал об этом Но если бы не знал, что я вас не выдам Вот и мне всегда казалось странным Что он пошел на это Это было совсем не похоже на Мартина Пойти на мелкое жульничество С поддельным чеком Ну я знаю, он мог быть бешеным Подчас и довольно грубым Но не мог быть мелким, коварным воришкой Это было совсем не в его характере К тому же он не очень ценил деньги Да, но тратил он их порядочно Он сильно запутался в долгах, должен тебе сказать Ну в том-то и дело Его мало тревожили долги Олэн, а почему вы были уверены, что я взял эти деньги? Почему? Да потому что сам Мартин был в этом уверен Он не говорил мне об этом Мартин вам это сказал? Ну, как он мог так подумать? Хотя, когда мне кое-что сообщили, я и сам не мог в это поверить Только после того, как он покончил с собой, ко мне пришла уверенность Но ведь то же самое И Мартину тоже кое-что сообщили Вернее, ему попросту сказали, что вы взяли этот чек Боже мой И знаете, кто ему сказал, что вы взяли этот чек? Я начинаю догадываться Кто? Стэнтон, что ли? Да, Стэнтон Ну, он же мне сам сказал, что Мартин взял этот чек При этом просил не выдавать его, говоря о какой-то круговой поруке, связывающей нас всех Ну, поймите, то же самое он говорил и Мартину Ну, значит, сам Стэнтон взял эти деньги Так, взял он деньги и нет Это придется ему нам разъяснить Давайте разберемся Старику Слейтеру срочно потребовали столичные деньги Мистер Уайтхаус выписал чек на предъявителя на сумму 500 фунтов Слейтер не явился на следующий день А когда пришел через три дня, чека на месте не оказалось В этот период и был реализован этот чек Только Стэнтон, я и Мартин могли это сделать Показания банковских служащих указывают на меня и на Мартина Но я-то знаю, что я не брал эти деньги А Стэнтон сказал тебе? А Стэнтон сказал мне, что видел, как Мартин выходил из комнаты у его отца А Мартину, как вы выходили из той же комнаты? Ну все, сам Стэнтон взял эти деньги Так, ему придется на это ответить Неудивительно, что он не одобрял нашего разговора Был рад, что может избежать его У него на совести слишком много такого, что приходится скрывать У нас у всех, похоже на совести, слишком много такого, что нам приходится скрывать А теперь будь что будет Ему придется на все нам ответить Я пролью этот свет на эти дурацкие тайны Я звоню Гордону Пожалуйста, Чан Берри, один-два Гордон? Гордон, Стэнтон у вас Отлично Отлично Я хочу, чтобы вы немедленно вернулись сюда Да, это важно Чем дальше, тем больше Мы все этого хотим Да Нет Нет, Бетти может остаться Все, я вас жду Они возвращаются Все? Нет, кроме Бетти, она ложится спать Мудрая, маленькая Бетти Я не понимаю, почему вы говорите таким тоном Будто Бетти от чего-то увиливает Вы хорошо знаете, что она не замешана в этом деле Вы так думаете? А разве нет? Бедный Роберт Взгляните только на него Как мы все-таки водоем себя Удивительно, что еще между нами есть секреты Нет, черт побери Оланд, вы просто не имеете права таким образом задевать Бетти Вы прекрасно понимаете, что лучше не впутать ее в эту историю Да, конечно Мы не должны пачкать ее чистого юного воображения Ну что же, она действительно моложе нас всех Мне страшно впечатлительнее Вы же видели, что было с ней как раз перед уходом Но это было совсем не потому Очевидно, вы ее не любите, Оланд Я правда не могу понять почему Она всегда так восхищалась вами Прошу простите меня, Роберт Но я не могу отплатить ей тем Я восхищаюсь только ее наружности Не могу сказать, чтобы я ее не любила Но во мне нет к ней той жалости Того сочувствия, которое, может быть, мне хотелось бы Или которое я, может быть, должна была бы проявлять Вы не питаете к ней жалости? У вас чувствуется какая-то раздраженность сегодня Я так не думаю, Роберт Хотя сегодняшний вечер способствует подобному состоянию А, кстати, я сейчас стою перед весьма щепетельной проблемой Проблемой, которую приходится решать только хозяйкам Вот если человека призывают обратно в дом Для того, чтобы обозвать его лжецом, подлецом, мерзавцем А может быть, даже вором Стоит ли мне для него приготовить пару сэндвичей? Ну, от меня он сэндвичи не получит Нет честности, нет сэндвичей Таков твой девиз, не так ли? Да, именно так О, Роберт, какие же мы сделали с мрачными без Мартина А вот и они Тебе придется впустить их самому А вы действительно давно догадались? Да, больше года Назад, и мне очень часто хотелось вам сказать что-нибудь по этому поводу А что бы вы сказали? Точно не знаю, какую-нибудь глупость Но обязательно что-нибудь доброе, дружеское А я о вас, Фредо, узнала лишь сегодня вечером Не понимаю, как мне раньше это не приходило в голову Я тоже не понимаю Это все совершенное сумасшествие, не правда ли? Совершенное безумие С каждой минуты оно усиливается Впрочем, мне все равно Это дает некоторое облегчение А вам? Да, отчасти Но в то же время становится как-то жутко Точно несешься в машине, у которой отказали тормоза А впереди опасные повороты и страшные тупики Прошу прощения, Фредо Роберт настоял на нашем возвращении Ну так что ж, я полагаю, что Роберт был прав Ну с чем же дело? В основном дело касается пропавших денег Черт, я так и знал, а Ну почему вы не можете достать покоя бедного Мартина, а? Подожди, Гордон, но Мартин не брал этих денег Как не брал? Ты в этом уверен? Да Абсолютно Вы знаете, это было так не похоже на Мартина А вы уверены, что Мартин не брал этих денег? И если не он, то кто же? И если не брал, то почему застрелился? Мы не знаем, Стэнтон Но надеемся, что вы нам разъясните Вы извольте шутить, Роберт Нисколько Я не стал бы вызывать вас сюда для шуток Однажды вы мне сказали, что совершенно уверены в том, что Мартин взял этот чек Так ведь? Да, и разъяснил, почему я так думаю Все факты указывали на это Случившееся потом подтвердило, что я был прав Вы полагаете? Разве нет? Однако, если и так То почему Мартину вы сказали, что в краже подозреваете Роберт? Не будьте смешны, Фред Зачем бы я стал говорить Мартину о своих подозрениях? Я этого не говорил Нет, говорили Вы тоже против меня, Оллен? Да, я тоже От того, что вы солгали Мартина Уверив его, что Роберт взял этот чек Вы доставили мне этим долгие-долгие часы страданий Но я совсем этого не хотел Откуда я мог знать, что вы пойдете к Мартину и он вам все расскажет? Неважно, могли вы это знать или нет Это была низкая и подлая ложь После этого я не хочу больше говорить с вами Прошу прощения, Оллен Я бы предпочел все, что угодно, только не это Можете ли вы мне поверить? Скажите Похоже, все остальные мало, что для вас значит Да, Стентон Прекратите уже лгать Вы уже достаточно натворили Почему вы стремились травить нас с Мартином? А тут может быть только один ответ Потому что он сам взял этот чек Стентон, нет Но вы не могли этого сделать, Стентон Но я это сделал Какое же вы после этого, сволочь, Стентон? Да мне наплевать на деньги Но вы навлекли позор на Мартину Вы всех заставили думать, что он был вором Да не будьте вы таким истерическим дурачком И прекратите тут махать руками Да вы навлекли Да ничего я на Мартина не навлекал Просто случилось так, что в разгар всей суматоки Он взял, да и застрелился Вы все сразу сделали вывод, что поступил он так, потому что присвоил эти деньги и боялся разоблачения Я просто не мешал вам так думать Вы с таким же успехом могли придумать любую причину для самоубийства А там, куда он удалился Ему в высокой степени все равно Считает ли его кто-нибудь повинным в краже 500 фунтов стерлингов или нет Но вы сознательно пытались завалить вину на меня и на Мартина Это ты и делай этого поступок столь мерзким Нет, право У меня и в мыслях не было, чтобы был повинен кто-то другой вместо меня Я лишь стремился выиграть время Я взял этот чек, потому что мне спешно понадобились деньги Я полагал, что в течение какой-нибудь недели сумею покрыть недостачу Но вы же не могли сами реализовать чек банки Нет Я нашел для этого кое-кого Человечка, который умеет держать язык за зубами По чистому совпадению он наказался Такого же сложения и возраста, как вы и Мартин Все Сплошная импровизация Простая случайность И несусветная глупость Самоубийство Мартин Сразу все покрыло Никто не хотел ворошить пережитое Мол, покойный Мартин сделал И дело с концом Суть была не в пятистах фунтах Я был бы рад вернуть их Но я понимал, что, созная сия, старик в два счета выдурит меня из фирмы Я не был его любимчиком, как вы Или Мартин Мне пришлось начинать с самых низов Меня не взяли в правление Как некоторых из-за их университетского образования и принадлежности к определенному социальному кругу Поверь, старик хоть на минуту, что я украл деньги Ему бы в голову не пришло Замять это дело Он тут же пожелал бы вызвать полицию Заметьте, я начинал с младшего клерка Вы, друзья мои, так не начинали В этом-то и есть кое-какая разница И вообще, все было, с этим всем покончено Зачем начинать было все сначала? Кто от этого выиграл? Вы нет Да Скажу по совести А Мартин, да? И все, кому он был дорог Не будьте так в этом уверены Что вы, ну что вы хотите этим сказать? Вы, вы мерзавец, Стэнтон Это почему же? Вы хотели, правда? Вот вы ее и получаете Я не желал возвращаться сюда и садиться на скамью подсудимых Это дело ваших рук И теперь, черт побери, я буду говорить все, что хочу Мартин застрелился И он это сделал, прекрасно зная, что никогда не касался этих денег Значит, у него были свои причины Какие же? Ну, вы так говорите, как будто знаете Мартин И гораздо лучше, чем мы Возможно, он пошел на это сокрушать, что я взял деньги Если вы полагаете, что Мартин мог застрелиться Из-за предположения, что вы взяли какие-то деньги То вы совершенно не знали вашего собственного братца Мне очень неприятно вас огорчать Но когда я сообщил ему о моем предположении Он очень смеялся Это сильно его позабавило Я знала это, Роберт Ему было все равно Он не дорожил ничем Скажите, вы знаете, почему Мартин покончил с собой? Я могу кое-что предположить И что вы имеете в виду? А я имею в виду то, что он был тот еще субъект И вел черт знает какую жизнь Я должен вам заметить, что не вам его осуждать Я его не осуждаю Вы его не осуждаете? Да кто вы такой, чтобы его осуждать? Имени его не имеете права произносить Вы навязали ему на шеи свое собственное Гнусное, подлинное воровство Чернилисом и память о нем А теперь, когда разоблачены Имя Мартина осталось чистым и незапятнанным Начинайте все сначала И пытайтесь нас убедить в том, что он был сумасшедшим Или преступником Или еще кем-нибудь в этом роде Да она права Чем меньше сейчас вы говорите, тем лучше Чем меньше мы сейчас все будем говорить, тем лучше Вам следовало об этом подумать раньше, Роберт Я вас лично предупреждал До того, как вы начали копаться во всей этой муре Но вы уперлись на своем, как бык Во всяком случае Я восстановил честное имя Мартина Да ни черта вы не восстановили Если бы у вас было хоть чуточку здравого смысла Вы бы поняли это Но теперь мне плевать на все Вы получите сполна все, чего желали Стэнтон Черт Стэнтон Вы что думаете, что Что после всего того, что произошло Вы останетесь работать в фирме А меня это мало трогает А год назад трогала А теперь нет Мне будет гораздо лучше без фирмы, чем в фирме без меня Но в таком случае нам доставит удовольствие обойтись без вас Вы всегда ненавидели Мартина, я-то знал А у меня были на то причины Не так, как у семейства Уайтхаус Где все Отец Дочь И сын Были влюблены в Мартина Что вы хотите этим сказать, Стэнтон? Если это неправда, то сейчас же возьмите ваши слова обратно А если это так, то будьте любезны объясниться Ничего я не возьму обратно Я жду вашего ответа, Стэнтон Ты разве не видишь, что он целит в меня? Это правда? Ну, по крайней мере, я не намерен теперь ее щадить Как вы думаете, почему Фреда так на меня разозлилась? Она была любовницей Мартина! О, Боже! Фреда! Это так? Фреда! Ты мне должна ответить Если это неправда, то я сейчас же вон Сейчас же вышвырну его вон отсюда! Фреда! Кэпланд, не разыгрывайте из себя героя мелодрамы Я бы ни слова не сказал, если б не был уверен в этом А осознается она или нет, это уже другой вопрос И да, вы не вышвырните меня вон Я сам уйду, когда захочу Фреда Это правда? Да Когда это началось? Очень давно Много-много лет тому назад До нашей женитьбы? Да Я тогда думала, что смогу разорвать И мне даже удалось на время Но потом это вернулось И с большей силой, чем раньше Я хотел бы знать Почему ты мне не сказала Я хотела Сотни раз пыталась Я начинала говорить первые слова Мысленно, про себя Мне очень часто казалось, что я Слово говорю их тебе Было бы хорошо, если бы Сказала И почему я сам этого не замечал Хотя Сейчас это кажется таким очевидным А я знаю, когда это началось Это случилось тем летом Когда мы все вместе поехали на море в Тинтаджель Неужели тогда? Тогда Тогда Тинтаджель Чудное-чудное лето Знаешь, я Больше не испытывала Таких чувств С тех пор Как? Он Разве не любил тебя? Нет Существо нет Если бы он меня любил Все было бы намного проще Вот почему я никогда не могла тебе ничего сказать Я думала, что если выйду за тебя замуж Все будет иначе Я была не права Но тогда я искренне думала, что все это пройдет Так же думал и Мартин Ну почему мне сам Мартин не сказал? Он же видел, как я был несчастным Он не мог Он отчасти боялся тебя Мартин? Боялся меня? У него был какой-то необъяснимый страх перед тобой Да, я знала, что он боялся вас Да, я знал Он вообще говорил, что если ты Рассердишься на самом деле То мне ни перед чем не остановишься Почему я никогда Не замечал этого в Мартине Боялся меня Но из-за чего? Не могло же быть это из-за вашей... Нет, нет, он не любил, не любил О, нет, Фреда 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 не надо Ну-с, Кэплин Теперь вы сами видите, что натворили Я не жалею ни о чем И рад, что все вышло наружу Да Сам Мартин был виноват во всем Он ее действительно не любил, как говорит Фреда Он мне в этом сам признавался Я не верю тебе, Гордон Ну зачем мне врать, а? Мартин привык поверять мне все Ерунда Он считал себя несколько нудным и надоедливым Это неправда Нет, правда Он мне об этом и говорил даже тогда, когда я ему привезла эту папиросницу Да 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 ты сама Ты сама Остачертила ему до смерти своими намагательствами, да Своей любовью Вперед, родителя Ну так позволь же мне тогда Прекратите и замолчите, вы оба Я хоть раз хотел передать тебе его просьбу, чтоб ты отстала от него, но он застрелился А что он сказал тебе тогда, когда ты привезла ему папиросницу? Он мне тогда сказал, это уже не важно Да прекратите вы оба Прекратите вы оба Я не могу уже это слушать Вы словно двое сумасшедших орете друг на друга Фреда Фреда, я понимаю тебя и сочувствую тебе Ну успокойся, ради Бога Гордон, а что касается тебя, то ты либо пьян, либо Я трезв так же, как и ты Ну тогда веди себя соответствующим образом, ты не ребенок Я понимаю, что Мартин был тебе другом Другом? Он не был мне другом Он был единственным человеком на свете, которого я действительно любил Я Я Я понимаю, что Мартин был человеком, для которого я готов был вообще сделать все на свете, да? Вот так, пятьсот фунтов, да я украл бы из кассы фирмы пять тысяч фунтов, только попросил он меня об этом Я сделал для него все Да, да, он иногда надо мной издевался Да, он иногда изводил меня в конец Но по сути, это все было неважно Он был Мартином И я предпочел быть бы с ним Даже если бы он только смеялся надо мной Я как и Фред С тех пор, как он умер Я не живу Я существую Ну а как же дойти? Ставь я в покое Очень бы хотел, но не могу этого сделать Она сама себе позаботится Это то, что она не может и не должна делать Ты обязан это понимать Этого я не понимаю И я знаю, Бетти гораздо лучше, чем ты Да неужели вы не видите, что Мартин делал это со злым умыслом? Нет, не вижу Только для того, чтобы позабавиться Он не был таким А, конечно Он не был таким Поискать надо еще такого очаровательного, простого и искреннего человека По крайней мере, мы знаем, что он не воровал и не перекладывал вины на других И это не будем начинать все сначала И я с вами совершенно согласна, Стэнбер Но все же хочу сказать Фредди и Гордону Что нет ничего более глупого, как спорить из-за того, что им когда-то сказал Мартин Он был прирожденным интриганом И кабарил как кошка Это была одна из причин, по которой я его ненавидела Вы его ненавидели? Мне очень жаль, Роберт Но я не любила его И вы должны были это заметить Я это видел И вы были совершенно правы, Оуэн Боюсь, что вы всегда правы Нет, не всегда Вы выйдете отсюда такой же незапятнанной, как вошли Нет, это неверно Из-за нее-то и этой проклятой папироснице началась эта мура Папиросница Пустяки Я знал, что вы ездили к Мартину в ту субботу Вы знали? Да, я был в тот вечер у себя в коттедже Помните автозаправочную станцию, там где дорога разветвляется Вы заезжали туда, чтобы заправиться бензином Да, действительно, вспоминаю Вот, мне сообщили, что вы там были и поехали по дороге в Фоллусенд Вот так я и узнал, что вы должны были навестить Мартина Вы же не могли поехать в другое место? Очень просто Я предполагаю, бесполезно вас спрашивать, почему вы до сих пор нам об этом не сказали, да, Стэнтон? Боюсь, что да, мне кажется, я достаточно исповедался на сегодняшнем допросе Я хотел бы знать несколько больше Ведь почему-то меня таскали в проклятый суд, а, и спрашивали, знал ли я это, знал ли я то И это вообще мне все пришлось претерпеть, не будучи даже последним человеком, с которым разговаривал Мартин, а? Фреда была у него после обеда, а Оллен поздним вечером Не говорите ерунды А разве это ерунда? А что мы в сущности знаем? А? Что там делала Оллен? Ну как, она нам сказала, что ездила к Мартину по поводу пропавших денег Ну и много ли нам это объяснила? Мы не знаем, как долго она там была, ни что вообще они там обсуждали Мы, по сути, вообще абсолютно ничего не знаем И ее счастье, что она не попала в лапы к судебному следователю Там бы с нее мигом все вытедули И мне кажется, настало время ей быть с нами немножечко пооткровеннее Во всяком случае, нет никаких оснований говорить с ним таким злобным и мстительным тоном Да? Что такое? Что там? Там что-то было Абсолютно нет никого Там кто-то был, но отскочил в сторону Да? Я никого не вижу, я никого не вижу Нас подслушивали! Должен признаться, что лучшего времени, чем сегодняшняя ночь, для подслушивания придумать трудно Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok